Борис Красовский работает ветеринаром уже 24 года. Первое время после окончания института он занимался сельскохозяйственными животными. Позже стал лечить домашних. У самого врача живут две кошки, хомяк, аквариумные рыбки. Борис рассказывает, что у большинства людей питомец полноправный член семьи. Поэтому вопрос здоровья четвероногих друзей всегда актуален. И прививочки, и коготки постричь, и вовремя постричь. И самое главное сделать вакцинацию. Или обработку, как сейчас в наш сезон, от клещей. Защитить своего питомца надо. Некоторые, конечно, подходят более халатно. Мы его просто любим. И питомцы по лечебному делу не заботятся. За последние 10 лет ветеринария шагнула далеко вперед. По словам Бориса Красовского, специалистов в этой сфере стало гораздо больше. А уровень диагностики позволяет врачу поставить правильный диагноз почти по всем заболеваниям. Если каких-то 10-15 лет назад анализов не было в принципе, потому что не было ни оборудования, ни возможности, то сейчас анализ крови – это уже повседневный анализ, который можно сделать в первый же день обращения в лечебницу. Оборудование, УЗИ-аппараты, кардиографы, рентгены. То есть, пришли в ветеринарию, кажется, тоже совсем недавно. Специалисты постоянно регулярно проходят повышение квалификации, интересуются, развиваются. На месте не стоим. В весенний-летний период ветеринары отмечают частое обращение с пероплазмозом у животных, болезнью от укуса клещей. В демисезонное время с простудными недугами и хроническими проблемами сердца и почек. Никто лучше врача не проконсультирует хозяина питомца по вопросам ухода, питания, вакцинации и лечения. Когда приходят уже животные, залюбленные, очень толстенькие, с проблемами, с которыми можно было бы избежать просто банально, саблять диету или вовремя облечив, проблем было бы намного меньше. Ветеринар призывает хотя бы раз в два года приводить любимцев на диспансеризацию. У животных, как и у людей, всегда легче предотвратить заболевание, чем вылечить. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.